Газовые пистолеты, пневматические винтовки и охотничьи ружья. В Беларуси проходит компания «Арсенал». В ходе таких мероприятий любой беларус может сдать оружие и взрывчатые вещества в милицию, при этом избежав любой ответственности. Что можно найти в собственном огороде, какое оружие хранят соотечественники и как распрощаться с дедушкиным карабином, не распрощавшись со свободой, узнавал Александр Камович. Историю знаменитой трехлинейки минчанин Николай знает не понаслышке. Правда, найдя такой экземпляр в своем огороде, немало удивился. Про ответственность за хранение оружия охотник-любитель также слышал. И несмотря на проржавевший вид винтовки, все же решил обратиться в милицию. Ехал в Ратомку, купил пару саженцев яблони, приехал на дом, выбрал место. Не знаю, почему это место мне упало. Я к нему подошел, взял лопату, начал копать. Начал упираться во что-то железо. То есть, не понял, в камень или во что. Начал дальше копать. Выкопал кусок трубы там. Не выкопал, а торчало. Я ковырнул лопатой, смотрю, винтовка мощена. Правоохранители Николая успокоили. В таком состоянии винтовка уже не считается оружием, как таковым. Правда, за бдительность поблагодарили. Говорят, если бы каждый, кто сталкивался с такими находками, обращался в милицию, можно было бы избежать многих проблем. В том числе и для того, чтобы эхо войны не аукнулось уголовным сроком и проводится операция «Арсенал». В основном несут газовое оружие. Но у меня сегодня и гладкоствольное охотничье, и разное, и нарезной спортивный револьвер есть. Учитывая свой возраст, гражданин пришел, добровольно сдал на уничтожение. И 75 патронов еще. К слову, именно пожилые люди, в бывшем охотнике, в последнее время чаще других стали избавляться от своего оружия. В милиции считают, что такая тенденция сложилась накануне вступления в силу указа президента, в котором регулируется разрешение на владение оружием. 26 апреля вступает в силу указа президента, который внес изменение в указа президента номер 200, о том, что при продлении разрешения на право хранения и ношения оружия, необходимо будет владельцам предоставлять медицинские справки. Если гражданин в возрасте, он может эту справку просто не получить. Первый день «Арсенала» только в милицию Центрального района. Граждане сдали десятки образцов оружия. Пневматические газовые пистолеты, охотничьи ружья, патроны. На проверку к столичным милиционерам попало даже страйкбольное оружие. Правоохранители напоминают, что в ходе операции «Арсенал» люди, добровольно сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от всякой ответственности. Те же, кто не воспользуется такой возможностью, имеют шансы получить вполне реальные сроки, вплоть до 12 лет лишения свободы. Александр Камович, Николай Лашкевич, Зона Икс.